Добрый вечер, Кристина. Мы все-таки еще раз расскажем подробно нашим телезрителям о том, как же каждый житель Латвии может принять участие в этой лотерее. Где можно приобрести этот билет? Сколько он стоит, что немаловажно? Да, билеты уже находятся в продаже, первый дизайн этих билетов, и его можно приобрести в торговых местах по всей Латвии, а также на нашей интернет-страничке latloto.lv, то есть его можно также приобрести в интернете. Сколько всего пунктов продаж существует в нашей стране? Сколько всего мест, где можно купить этот билет? Да, на данный момент это более 800 мест по всем регионам страны, и это и киоски Нарвесен, и Латвии Спас, и другие. Сколько стоит этот билет? Это 5 евро, это самое важное, наверное, для того, чтобы знать. Андрей так поинтересовался, как будто уже спрашивает, можно ли купить, приобрести, прямо на месте. А уже есть первые выигрыши? Да, у нас уже появились, так как билеты находятся в продаже, у нас появились первые счастливчики, это они выиграли 10 тысяч евро, и таких билетов всего 20, и первые счастливчики – это мама троих детей, студентка из Курземе и мужчина из Далгопилса. Эти деньги, которые выиграны, они пойдут все на стипендию школьникам или нет? Как они будут распределяться? Значит, мы разработали 5 дизайнов, и всего это миллион билетов по 5 евро. Призовой, общий призовой фонд – более 3 миллионов евро. И эти деньги, которые выиграют, они пойдут тем, кто выиграл. А более 400 тысяч евро пойдет на стипендии, именно для школьников. И это на данной этапе, это самый большой проект стипендий в Латвии. Какова вероятность выигрыша? Есть ли какие-то данные, каждый третий, каждый пятый, каждый десятый билет выигрышный? Эта лотерея уникальна именно тем, что это составляет самый большой призовой фонд – 65% от лотерей. Это значит, что каждый третий билет выигрышный. И также, даже если вы не выиграли, там есть возможность участия в дополнительной игре, и можно ввести код в наши интернет-странички и участвовать в дополнительной игре, где есть возможность разделить 10 тысяч евро. Это моментальная лотерея, прости, Андрей? Это как бы дополнительная игра к моментальной лотереи. Каждый третий билет выигрышный, а какая минимальная сумма выигрыша? Минимальная сумма выигрыша, как вы можете видеть, это 5 евро. Сколько вложили, столько и получили обратно. А максимальная? Да, максимальная сумма выигрыша – это 100 тысяч евро, и всего таких билетов 4. Так что у нас будут 4 счастливчика, которые выиграют 100 тысяч евро. Как было решено, почему родилась такая идея, что деньги, вырученные от покупки лотерейных билетов, должны пойти именно на стипендии школьникам? Идея самой лотереи уже давно у нас была, но Министерство финансов вышло с инициативой того, что можно сделать обширную программу стипендий и более 400 тысяч евро от реализации билетов пустить на эту стипендию. Идея шла от Министерства финансов, и, конечно, мы ее очень поддержали, потому что нам кажется, что именно молодые и талантливые люди в будущем будут делать следующее столетие Латвии. Как будут выбирать, каким именно детям достанется эта стипендия? Ведь борьба за эти деньги будет ожесточенная. Мы очень рады, и как уже было видно в сюжете, что мы хотим, чтобы это была позитивная конкуренция между школьниками. Каждая школа выдвинет своего претендента. Это будет педагогический совет среднеобразовательного учреждения. Они выберут претендента, и до 10 июня каждого года надо его выбрать, и потом он утверждается специальной комиссией. Комиссия состоит из представителей Министерства финансов, образования и науки и Министерства культуры. Это будет один 12-классник? Да, один выпускник школы. Как я понимаю, поощряться будут дети не только, которые хорошо учатся по каким-то конкретным предметам, но также имеют какие-то спортивные достижения, еще какие-то заслуги. Вот, например, как было сказано, по шахматам. Именно так. Конечно, средний балл будет важен, но также будут браться во внимание другие достижения в спорте, в развитии школы, в общественных работах и другие. Это могут быть даже творческие достижения, любые достижения, любые таланты, которые есть у выпускников. Вообще, Латвия Слота является национальным предприятием. И, как я смогла познакомиться с информацией на вашем сайте, в принципе, вырученные средства нередко направляются из государственного бюджета, куда они поступают. Они направляются на различные социально важные проекты. Вот расскажите, пожалуйста, может быть, какие еще сферы поддерживаются? Да. Действительно, Латвия Слота – это государственное акционерное предприятие, и 90% нашей прибыли идет в государственный бюджет. Каждый год государство решает, на какие социально важные вопросы пойдет все деньги. То есть нет именно конкретной цели. Но именно в этом году первый раз есть эта конкретная цель, когда деньги, 400 тысяч евро пойдет на стипендии. А известно ли вам о других каких-то социальных проектах, куда были уже до этого направлены? У нас есть именно у государственного предприятия Латвия Слота уже есть программа благотворительности, которая не связана с государственным бюджетом. И у нас главный приоритет – это, конечно, дети и здоровье детей. И мы именно средства каждый год решаем, куда... Ну вот можете рассказать, может быть, какой-то больнице помогли детской или приюту? Да, у нас много проектов. Все проекты, они доступны, в общем, на интернет-странице. Это и больница, и проблемы, если с онкологией у детей были. И, конечно, это разная поддержка талантливых детей, если есть конкурсы какие-то. Так что они очень разные, очень обширные. И мы стараемся... У нас есть какие-то свои приоритеты, но мы стараемся именно поддерживать детей. За всю историю проведения лотереи Латвия Слота, какой самый большой выигрыш был зафиксирован? Самый большой выигрыш был, кстати, в этом году. Это 815 тысяч евро. Этот выигрыш был выигран в лотерее Викинг Лото. И выиграл его мужчина средних лет, который работает в деревообрабатывающем отрасли. А вы следите вообще? Как-то вообще это возможно проследить потом судьбу выигравших? Куда они дальше эти деньги вкладывают? Потому что если читаешь новости, которые приходят из Штатов Америки, там не все так удачно у этих людей, которые выигрывают такие легкие деньги, скажем. Да, я думаю, что мы не следим за этим, потому что я думаю, что люди, в любом случае, люди, которые выиграли, они хотят, чтобы за ним не следили, чтобы это все-таки осталось их личной жизнью. Мы больше стараемся рассказать эти истории, потому что они очень все интересны, именно как люди выигрывают. Некоторые числа видели во сне. То есть это очень разные истории. Вы встречаетесь с теми людьми, когда они приходят своим выигрышем, как они выглядят, как у них блестят глаза, может быть? Да, это очень по-разному. Конечно, есть, конечно, например, этот же выигрыш, который 815 тысяч, он видел это в интернете, он увидел эту сумму, что это 815 тысяч, позвал свою семью, и жена ему сказала, что это может быть не 815 тысяч, а 815 евро. Ну, и то есть он был очень, конечно, впечатлен, и у него горели глаза. Конечно, такую сумму выиграть, это для каждого приятно. А вот вы заметили какую-нибудь закономерность, кто вообще эти люди, которые выигрывают, их что-то объединяет, есть в них что-то вот общее? Это очень разные люди. То есть это и женщины, и мужчины, и 20-летний, и 40-летний. Такой тенденции нет. То есть универсальной формулы удачи нет? Да, скорее всего так. Мы знаем, что существуют люди, которые практически каждый день покупают различные лотерейные билеты, в общем, очень часто в этом участвуют, а есть люди, которые купили один раз в жизни. И вот бывает ли из тех вторых, которые купили всего лишь один раз в жизни, что он выиграл большой куш? Да, конечно, такие бывают, и все истории мы опубликуем на нашей интернет-страничке, потому что это очень часто, когда это единственный билет, единственный на 20 сантим, и человек выигрывает достаточно крупную сумму. Ну а что вот, вы уже сказали, что во сне может явиться какое-то наведение. Что еще ведет этих людей? Где они узнают эту комбинацию цифр? Откуда к ним спускается эта информация? Мне кажется, так как мы все разные, и у нас у каждого свои разные мысли, то это все очень по-разному, потому что действительно некоторые видят во сне, некоторые эти цифры берут как дни рождения своих близких, и поэтому такой единой формулы счастья, мне кажется, не существует, потому что есть теория вероятности, по которой каждый человек может выиграть. Вот интересно, представители Латвия Слотто сами покупают билетик, играете в лотереи? Есть возможность у нас тоже играть, но мы не можем участвовать в лотереях, которые выбираются рукой. Только в моментальных лотереях? Мы можем участвовать в моментальных лотереях и в числовых лотереях. Расскажите вообще, какие виды лотерей существуют? У нас есть семь числовых лотерей, это самые большие, крупные, это Евро Джекпот, Викинг Лото, лотереи, которые организуются многими странами. Потом у нас национальная лотерея Супер Бинго, есть вместе с телевизионным шоу, есть также Лат Лото 5 из 35, и дополнительные игры Джокер и Джокер 7. Также есть 13 моментальных лотерей. Как вы вообще считаете, людям стоит играть в лотерею и для чего? Мне кажется, что важно понимать, что лотерея не может быть работа. Вы не можете зарабатывать на этом деньги, вы должны понимать, что это развлечение. Азартная игра? У нас закон разделяет лотерею и азартную игру. Но в то же самое время мы, как государственное предприятие, у нас есть специальные программы, ответственные игры, и мы во всем обучаем и продавцов для того, чтобы они знали, что если у человека проблемы, куда он может обратиться. Давайте прием телефонный звонок от нашего телезрителя. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы знаете, я хотела спросить, на какого числа можно купить эти лотерейные билеты? Сколько времени в продаже? Спасибо. Спасибо. На данный момент планируется, что лотереи будут в продаже два года. Всего мы запустим постепенно пять дизайнов различных. Но два дня назад состоялось официальное открытие лотерей. И в виде результата продаж, возможно, это уже не будет так долго. То есть раскупит их намного раньше, чем... Возможно. Мы надеемся на это, конечно. Гористина, вот прежде чем дозвонился наш телезритель, вы стали рассказывать о том, что продавцы как-то специально обучаются, как правильно общаться с клиентами. Вот расскажите об этом поподробнее. Как-то продавец может, не знаю, отказать, не продать билет? По закону продавец не может отказать, продавать билет. Но у нас специально, мы сертифицированы для ответственной программы, и у нас разработана специальная программа, которая не советует покупать людям моложе 18 лет лотерейные билеты. А по закону это разрешено? По закону на данный момент это разрешено, да. Что еще? Что еще может продавец сделать? Что еще в его полномочии? Для продавца мы специально делаем опросник, где мы ему помогаем определить, как действовать в различных ситуациях. Что продавец может сделать, что он не может сделать. И мы стимулируем, мотивируем продавцов, то есть дарим, например, шоколадку, чтобы продавец принимал в этом участие, да. То есть, ну, какую-то минимальную мотивацию для него, да. А какую-то вот бумагу о конфиденциальности информации подписывают работники Латвия Слато? Ведь это же такая ценная информация. Вдруг кто-то кому-то по секрету расскажет там какую-нибудь комбинацию. Кто-то же все-таки составляет эти комбинации? Где-то же изначально кто-то же знает их? Я думаю, что это знает компьютер, но в то же самое время, что ни один работник Латвии Слато не знает счастливой комбинации, так как комбинация разделена между тем, что есть внутренне, и тем, что получает покупатель в магазине. И только покупатель знает, какой у него билет. И это единственный билет. То есть внутренне это никак. А вот интересно, чему больше отдают предпочтение клиенты и покупатели лотерейных билетиков? Моментальным лотереям или телевизионным розыгрышам? Вот что все-таки интереснее? На данный момент жителям Латвии очень интересны, конечно, лотереи «Викинг Лато Евроджекпот» и «Супербинго». Потому что это лотерея, где возможен выигрыш большой. А если говорить о лотерее «Супербинго», это интересное телевизионное шоу. На данный момент мы, конечно, надеемся, что лотерея «Столетие» — это самый значимый проект в истории Латвии, в истории «Латвии Слато». И мы надеемся, что он станет очень популярным и в Латвии. И мы сможем поддержать, возможно, в будущем и другие социально важные проекты. Ну что же, благодарим вас, Кристина, за это интервью. Нашим телезрителям напомним, что сегодня мы говорили о специальной лотерее «Латвия Слато», приуроченной к празднованию столетия Латвийской Республики. За 5 евро можно купить билетик и таким образом помочь талантливым школьникам. Ну и такие выигрыши, такие цифры. Знаешь, сразу захотелось побежать и купить один лотерейный билетик. Отпускаем Кристину Зарнию, и наша программа продолжается.